Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Начался дачный сезон. Все больше граждан выражают желание приобрести земельные участки для различных целей. Построить дом, заняться садоводством, разведением скота. В связи с этим стало возникать множество вопросов, касающихся оформления документов. На каких землях можно осуществлять ту или иную деятельность? Куда обращаться для регистрации земельных участков? Какие документы необходимы для этой процедуры? Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И мой собеседник – начальник отдела регистрации земельных участков управления Росреестра по Самарской области Павел Найдовский. Павел Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, скажите, пожалуйста, несколько слов о том, вообще, какими могут быть земельные участки в зависимости от целей их использования? И что такое ВРИ – вид разрешенного использования? Все верно. Ну, действительно, у нас в соответствии с земельным кодексом, в общем-то, правовой режим любого земельного участка определяется, исходя из принадлежности его к определенной категории и виду разрешенного использования. Видов разрешенного использования земельных участков довольно-таки большое количество. Они, прежде всего, определены классификатором видов разрешенного использования, который утвержден Росреестром. Но если мы говорим о земельных участках, которые, прежде всего, интересны гражданам, то здесь основная масса земельных участков имеет такой вид разрешенного использования, как индивидуальное жилищное строительство, индивидуальное гаражное строительство, личное подсобное хозяйство, ведение садоводства, ведение огородничества. Вот, наверное, те основные виды разрешенного использования, которые, в общем-то, интересны гражданам для приобретения и владения использованием земельных участков. А вот личное подсобное хозяйство, это как раз здесь предполагается разведение скота, домашней птицы? Да, если мы посмотрим на расшифровку, там как раз в этом виде разрешенного использования предусмотрено как выращивание сельхозпродукции, так и, соответственно, содержание животных. Широкий спектр. Сельскохозяйственных, да. А какие вопросы непосредственно самих граждан интересуют? Вопросы, которые касаются земельных участков? Ну, если мы говорим о вот тех земельных участках, которые мы обсудили с вами по видам разрешенного использования, то, конечно же, прежде всего, это проведение государственной регистрации права собственности на такие земельные участки. И, если говорим о кадастровом учете, то такая процедура, как уточнение местоположения гранит земельных участков. Потому что зачастую, говоря о земельных участках с определенными видами разрешенного использования, мы говорим о ранее учтенных земельных участках, там речь идет о ранее возникших правах. И как раз это те случаи, когда помимо регистрации права необходимо еще и уточнение гранит земельного участка, сведения о котором не содержатся в реестре, либо содержатся с определенными ошибками. А вот непосредственно разобраться в том, какой земельный участок у гражданина в зависимости от цели использования, с такими вопросами обращаются? Ну, конечно, обращаются граждане. Во-первых, зачастую гражданин может поменять вид разрешенного использования, если он, например, хочет использовать земельный участок для каких-то иных целей. И то, чем он собирается на этом земельном участке заниматься, предусмотрено градостроительным зонированием территориальной зоны, где он находится, то, соответственно, он может поменять разрешенное использование, в том числе, земельного участка. Тогда вот подскажите, как понять гражданину, правообладателю земельного участка, нужно ли ему уточнять границы своего земельного участка? Да, очень часто такой вопрос задают граждане, потому что на обывательском уровне, на самом деле, гражданин исходит из того, что земельный участок на местности есть, забор установлен, соответственно, вот они, мои границы земельного участка. Мы же говорим о границах тех, которые, сведения о которых внесены в реестр, то есть в установленном порядке установлены координаты, внесены в реестр. Вот для того, чтобы определить, проведена ли такая процедура, гражданин может запросить выписку об объекте, где, соответственно, увидит информацию о том, имеются ли координаты, увидит полигон своего земельного участка, либо в выписке, там есть графа особая отметка, увидит, что границы не установлены в соответствии с действующим законодательством и подлежат уточнению примеживания. Это вот как раз сигнал для того, что, соответственно, необходимо уточнять границы земельного участка. Также можно эту информацию подчеркнуть из публичной кадастровой карты, то есть довольно-таки распространенный ресурс, многие граждане сейчас умеют пользоваться этим, соответственно, обратившись на публичную кадастровую карту, зная кадастровый номер своего земельного участка, можно эту информацию получить, в том числе на публичной кадастровой карте. Там будет информация, что границы отсутствуют, и на, соответственно, на карте вы не увидите, в общем-то, полигон своего участка. Это тот же как раз будет говорить о необходимости уточнения границ. Если мы заказываем выписку из ЕГРН, где ее лучше заказывать? В МФЦ? В МФЦ, конечно, да. Как бы граждане, как правило, запрашивают выписку через многофункциональный центр представления госмуниципальных услуг. Как быстро происходит это, не знаете? Очень быстро происходит. На самом деле, выписки сейчас формируются в автоматическом режиме. Максимальный срок – это три рабочих дня с момента проведения оплаты за кадастровые услуги. Это очень быстро, на самом деле. Ну вот давайте теперь разберемся. Вы сказали, что в графе особой отметки данной выписки может быть отмечено, что границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Верно ли мое предположение, что требования земельного законодательства претерпели какие-либо изменения за последние 2-3 года, а может быть и более длительный срок? Ну, наверное, за 2-3 года такие изменения серьезных не было, но если мы говорим вообще об истории кадастрового учета, то, конечно же, требования к точности менялись, информационные ресурсы, куда вносились сведения, менялись. И, соответственно, в зависимости от даты внесения сведений в реестр, даты присвоения кадастрового номера, конечно же, многое изменилось в зависимости от… В государственный кадастр земель вносились сведения, например, потом это была государственная кадастр недвижимость, сейчас это единый государственный реестр недвижимости. Это разные ресурсы, в разный период времени было разное, соответственно, требование. Ну вот, предположим, что согласно выписке ЕГРН, границы земельного участка подлежат уточнению при межевании. Значит ли это, что процедура уточнения границ личного земельного участка обязательна? На сегодняшний день эта процедура не является обязательной, соответственно, это никак не препятствует владеть вам земельным участком, не препятствует распоряжаться земельным участком, но на самом деле мы всегда рекомендуем все-таки эту процедуру провести. Во-первых, это позволит исключить какие-либо споры с соседями. Практика показывает, что на самом деле по границам земельных участков между соседями часто возникают такие споры. Это, соответственно, позволит вам зафиксировать границы и всем, в общем-то, и соседям, и любым иным лицам, которые могут претендовать на какую-то территорию. Уже было понятно, что этот земельный участок принадлежит вам с определенными четкими границами, которые в реестре. И более того, хочу сказать, что на сегодняшний день уже в Государственную Думу внесен законопроект, который вносит изменения в действующее законодательство и предполагается к вступлению в силу этого закона с 2025 года, который не позволит нам, регистрирующему органу, проводить проведение регистрации перехода права по сделке на земельный участок, у которого отсутствуют границы. То есть вот это тот случай, когда будет необходимо проведение уточнений границ земельного участка, если вы захотите продать. Поэтому, наверное, есть смысл все-таки понять, уточнены ли границы и провести процедуру уточнения. Просто, чтобы потом не возникли ненужные проблемы, лучше побеспокоиться об этом заранее. А вот что касается проблем со спорными вопросами с соседями, скажем, с такими проблемами, обращаются в Росреестры и как решаются эти споры? Да, конечно, обращаются. Как раз при процедуре уточнения такие вопросы возникают, когда необходимо согласовывать границу земельного участка. Здесь выход, в общем-то, два. Мы всегда рекомендуем гражданам и подсказываем, что здесь всегда два способа выйти из этой ситуации. Это первый случай, когда все согласны между собой граждане, что общая граница, споров нету, необходимо там скорректировать эту границу. Кадастровый инженер в этом случае, получив согласие от всех, может уточнить границу и участка, в отношении которой проводится кадастровая работа, и смежного земельного участка. И второй случай, если все-таки согласия в соседях нету, возникает спор, то земельный кодекс четко устанавливает правило, что все споры по границам земельных участков разрешаются исключительно в судебном порядке. Поэтому выхода здесь, опять же, два. Либо договориться и, соответственно, никаких спорных ситуаций, избежать этой спорной ситуации, либо придется обратиться в суд для того, чтобы уже суд определил общую границу земельных участков. В судебную плоскость часто выходят эти споры? Выходят тоже. Мы очень часто по результатам таких судебных разбирательств тоже проводим кадастровый учет. Такие судебные решения как раз являются основанием для кадастрового учета в дальнейшем. Такие ситуации встречаются, да. А если бы граждане заранее об этом побеспокоились, размежевали свои участки, правильно зарегистрировали, наверное, не было бы таких спорных ситуаций, тем более судебной плоскости. Конечно, конечно. А если гражданин желает уточнить границы своего земельного участка, с чего нужно начать и документы какие для этого нужны? Ну, смотрите, значит, это осуществляется по результатам кадастровых работ, то есть межевания земельного участка. Для этих целей необходимо гражданину обратиться к специальной организации, где осуществляют работу кадастрового инженера. То есть вот это специальное лицо, которое может провести кадастровые работы, по результатам которых подготовить межевой план, предоставить его гражданину, и гражданин уже, соответственно, подаст соответствующее заявление. Также в МФЦ может это сделать. Кадастровый учет у нас, процедура бесплатная, и уже будут внесены эти координаты в единый государственный реестр недвижимости. Что касается документов, здесь я думаю, что гражданину нужно кадастровому инженеру предоставить все документы, которые имеются в отношении земельного участка. То есть ничего лишнего не будет, кадастровый инженер уже как лицо профессиональное даст оценку этим документам, и, соответственно, возьмет за основу для подготовки межевого плана те, которые, соответственно, он посчитает необходимым, которые как раз будут подтверждать местоположение границ соответствующего земельного участка. То есть гражданину, я думаю, оценку давать таким документам не нужно. Все, что у него есть по земельному участку, предоставляет кадастровому инженеру, и он уже, соответственно, эти работы проводит, эти документы берет за основу. Это понятно. Павел Евгеньевич, вот не так давно активно обсуждалась проблема вокруг так называемых приаэродромных территорий. Соответственно, в связи с теми или иными ограничениями земельных участков, которые в этой зоне оказывались. Расскажите нам, пожалуйста, как сейчас обстоят дела вот с этими, со всеми ситуациями, как разрешилась проблема? И разрешилась ли она вообще? Ну да, действительно, не так давно этот вопрос стоял очень остро. После того, как были внесены в реестр границ седьмой подзоны проаэродромной территории аэропорта Курумыч, большое количество земельных участков, большое количество территорий, это Красноярский район, Волжский район, даже часть Самары эта территория захватила, как раз попали туда земельные участки, и в отношении этих земельных участков были установлены довольно-таки серьезные ограничения. Прежде всего, это ограничение, которое не позволяло гражданам осуществлять строительство жилых домов, садовых домов. В настоящее время, на самом деле, эта проблема разрешена, она носила довольно-таки острый социальный аспект, потому что действительно большое количество земельных участков такого бытового назначения. Преоблитались для того, чтобы там дом построить. Абсолютно верно, да. И как раз вот эта вот зона установила запрет, который не позволял это сделать. На сегодняшний день граница данной седьмой подзоны значительно скорректирована. В общем-то, основная масса земельных участков таких была исключена, и, соответственно, ограничения также с этих земельных участков ушли. Вот. Поэтому можно сказать, что по большей части проблема, конечно, разрешена. Все отделались легким испугом, как говорится. Ну, это удачно. Хорошая информация. Кроме при аэродромной, какие еще существуют зоны с особыми условиями использования? Да, здесь нужно сказать, что на сегодняшний день, во-первых, очень много зон с особыми условиями использования территории, и все они подлежат внесению в реестр и устанавливают определенные ограничения. Более того, нужно сказать о том, что на сегодняшний день довольно-таки активно эти сведения вносятся в реестр. То есть новые-новые? Новые, постоянно, да. То есть этот процесс идет постоянно. Это и охранные зоны коммуникации, это водоохранные зоны, это зоны памятников и многие-многие другие охранные зоны. Культурные объекты, возможно. То же самое, да. Зоны объекта культурного наследия. Вот все они установлены. Возможно, при их внесении, если земельный участок попадает в эту границу, устанавливают определенные ограничения. Поэтому здесь я бы гражданам все-таки рекомендовал желающим приобрести земельный участок детально ознакомиться с сведениями реестра. Это опять же-таки запросив выписку об объекте, где будет информация о, соответственно, зонах, где расположен земельный участок, и об ограничениях, которые устанавливает эта зона. Нужно понять содержание этих зон, содержание этих ограничений, и после этого уже принимать решение о покупке земельного участка. Потому что, возможно, ограничения, которые установлены в отношении участка, не позволят гражданину реализовать то, ради чего он этот участок приобретает. И здесь же у нас в этой связи тоже установлены определенные правила. Если гражданин продает земельный участок, то, соответственно, в любом договоре, в любой сделке, купли-продажи, дарения, аренда, должно быть указано на существующие ограничения, в том числе связанные с нахождением участка в определенной зоне с особыми условиями использования территории. То есть, давайте, это важное очень правило, оно рекомендованное или обязательно, кстати сказать? То есть, обязательно вот эти особые сведения должны быть отражены в сделке, купли-продажи, дарения или аренды земельного участка. Это важно, чтобы потом не было таких сюрпризов неприятных. И гражданин, который приобретает участок, естественно, должен понимать их содержание. То есть, именно для этих целей установлено правило о том, чтобы все сведения обо всех ограничениях были отражены в договоре. Ну вот теперь давайте подробнее остановимся на отличиях между земельными участками в зависимости от цели их использования. Собственно, мы уже начали рассматривать этот вопрос, да, но просто здесь оказывается очень много нюансов. Вот один из таких, есть ли отличия между земельным участком для ведения садоводства и для ведения огородничества? Вот мне, как человеку малоинформированному в этих вопросах, кажется это практически одним и тем же. На самом деле? Ну, с одной стороны, вы правы, потому что и тот вид разрешенного использования другой. Прежде всего, предназначены такие участки для отдыха граждан и выращивания сельхозкультур для собственных нужд. Но при этом в отношении них есть определенные очень существенные отличия. Если мы говорим о земельном участке для ведения садоводства, то на нем, в соответствии с действующим законодательством, допускается возведение жилого дома, садового дома и иных хозяйственных построек, которые являются объектами недвижимости. Если мы говорим о земельном участке для ведения огородничества, то здесь как раз законодательством не предусмотрена возможность строительства каких-либо объектов капитального строительства. Только временные объекты для хранения инвентаря и, соответственно, сельхозкультур, которые там выращиваются. Никаких объектов недвижимости на таком земельном участке возведено быть не может. То есть, правильно ли я поняла вас, что на участке, предназначенном для садоводства, можно построить жилой дом? Да, все верно. Для участка, для ведения садоводства можно построить жилой дом. Дело в том, что вот здесь есть небольшой нюанс. Вот вы сказали ведение садоводства. Да, именно ведение садоводства. А я сказала садоводство. То есть, тоже разница. Тоже есть разница, да. Дело в том, что, опять же, классификатором видов разрешенного использования, который утвержден Росреестр, о котором я говорил ранее, предусмотрен вид разрешенного использования садоводства и ведения садоводства. Если садоводство, то это как раз речь идет о выращивании плодовых культур, так называемом промышленное садоводство. И не предполагает какое-либо строительство каких-либо домов для собственных нужд. Только подсобки какие-то? Нет, это только сады. А вот ведение садоводства, это как раз участок для собственных нужд, для отдыха, для выращивания своих собственных, опять же таки, нужд сельхозпродукции. И возможно строительство как раз на таком земельном участке и жилых домов, и садовых домов. Именно ведение садоводства. Да, при временном виде разрешенного использования земельного участка ведение садоводства, можно построить жилой дом. Можно. Если вид разрешенного использования садоводства, дом строить нельзя. Совершенно верно. Ну вот, поди что и разберись во всем этом. Скажите, есть ли еще какие-либо особенности использования садовых земельных участков, которые могут не просто заинтересовать граждан, а быть очень полезными и необходимыми знаниями? Ну смотрите, основная масса земельных участков ведения садоводства, как правило, расположены в границах так называемых некоммерческих объединений садовых товариществ. Не все, но большая часть. И, соответственно, здесь я бы сказал о том, что в настоящее время в законодательстве установлен запрет на изменение вида разрешенного использования такого участка, если он находится в границах действующего садового товарищества, то, соответственно, никакого иного вида разрешенного использования, кроме как ведения садоводства, у него быть не может. Ну и, соответственно, обычно на этих, это старые дачные массивы, которые вот когда была эта дачная так называемая реформа, люди переоформляли, приватизировали, да? Да, все это. То есть, в принципе, переоформлять что-то там ничего не требуется. Ну, если права на этот дом оформлены, например, по старому порядку, дело в том, что до 98-го года тоже оформлялись права на садовые дома, на жилые дома, так называемые ранее возникшие права, если они оформлены, то, конечно же, не нужно. Если речь идет о строении, которое находится на земельном участке и никогда права не оформлялись, то, пожалуйста, можно воспользоваться как раз на сегодняшний день возможностью оформления прав. С какими распространенными проблемами сталкиваются граждане при государственной регистрации своих прав на земельные участки, кроме тех, о которых мы уже говорили с вами? Ну, смотрите, я бы здесь, наверное, сказал о земельных участках, в отношении которых имеются ранее возникшие права. То есть документы старого образца, вот, наверное, это вот те случаи, когда наиболее часто граждане сталкиваются с проблемами при регистрации. Потому что, с одной стороны, такие документы являются основанием для регистрации, а с другой стороны, к сожалению, очень часто они были оформлены некачественно, имеют приписки, неоговоренные исправления, очень часто имеются ошибки в фамилии, в имени, в отчестве, что, соответственно, не позволяет нам провести регистрацию в таком административном порядке, скажем так. А вот такие проблемы чаще всего всплывают при купле-продаже, при переоформлении? Ну, на самом деле, не обязательно, но это при первичной регистрации. То есть очень часто у гражданина имеются документы старого образца, права его действительные, приравниваются к записям в реестре. Ну, да, действительно, если есть необходимость продать такой земельный участок, то необходимо сначала уже в реестре зарегистрировать, после чего продать. И вот на стадии регистрации встречаются случаи, когда вот такие ошибки, которые содержатся в документах, не позволяют, в общем-то, быстро провести регистрационные действия и уже осуществить переход права. Есть ли способ разрешить вот эти все возникающие проблемы? И если да, то как их разрешать? Куда нужно обращаться для этого? Вот, к сожалению, в ситуации, которую мы обсудили, связанные с ошибками, содержащимися в документах, выданных ранее, ранее старого образца, то здесь иного выхода, как обратиться в суд, к сожалению, нет. Дело в том, что такие документы выдавались комитетом по земельным ресурсам и землеустройству. В настоящее время данный орган ликвидирован, правоприемник у него отсутствует, и, соответственно, иного пути, как обратиться в суд с заявлением об установлении, как правило, юридического факта принадлежности конкретному лицу, конкретного документа, здесь уже из этой ситуации по-другому не выйти. А бывают случаи с каким-то отрицательным исходом обращения в суд? Ну, к сожалению, не могу вам сказать, потому что мы не отслеживаем такие вопросы, но я думаю, как правило, все-таки вопрос такой социально значимый, как правило, граждане давно владеют такими земельными участками, в общем-то, у них не возникает, как правило, вопросов, связанных с доказательной базой, то есть документы есть, они являются членами садовых товариществ, свидетели подтверждают, что действительно они используют этот земельный участок, и суды, как правило, удовлетворяют такие требования, и мы увидим довольно-таки большое количество таких судебных решений. Мы сегодня совсем не затруднули тему гаражного строительства, индивидуального. Вот с такими вопросами для регистрации участков обращаются? Ну, конечно, это один из видов разрешенного использования, который тоже очень распространен, соответственно, и на сегодняшний день большое серьезное оформление идет в рамках гаражной амнистии, и довольно-таки большое количество документов старого образца, предоставленных гражданам для как раз размещения индивидуальных, гаражей. То есть эта процедура идет постоянно и тоже занимает большой полос нашей работы. А вот, кстати, сказать, в этой теме какие проблемы возникают? Я предполагаю, что там как раз возможны старые документы, может быть, неточные какие-то данные, да? Да, все те же вопросы, все те же вопросы, которые как бы касаются документов старого образца, применительны как раз и ситуации индивидуального гаражного строительства, если эти документы выдавались как раз в тот период времени. А можете ли вы сказать вот так, навскидку, чаще всего, какие участки земельные, то есть для каких целей, я хочу сказать, регистрируют землю? Ну, возвращаясь, в общем-то, к началу нашего разговора, это вот индивидуальное жилищное строительство, индивидуальное гаражное, личное пособное хозяйство, введение огородничества, введение садоводства. Вот это вот те виды разрешенного использования, те земельные участки, которые граждане как бы регистрируют за собой в основном. То есть это основная масса земельных участков. То есть у нас любят и сады разводить, и огороды, и дома строить для отдыха, вероятно, и для проживания. Ну что ж, скажите, в таком случае, куда следует обращаться владельцу земельного участка и для регистрации, и, возможно, просто для проведения процедуры межевания, если необходимость существует, такую процедуру провести? Смотрите, если мы говорим о ситуации, когда у гражданина на руках имеются документы старого образца, то здесь и права, соответственно, его не зарегистрированы. Здесь необходимо обратиться в многофункциональный центр, и, как правило, подается два заявления. Первое заявление – это заявление о внесении сведений о ранее учтенном земельном участке. После проведения этой процедуры земельный участок вносится в кадастр недвижимости, и ему присваивается кадастровый номер. И также подается, возможно, это сделается одновременно, заявление уже о регистрации права собственности, тоже через МФЦ. То есть все решается через МФЦ? Все решается через МФЦ. Все заявления подаются, соответственно, гражданами, как правило, в многофункциональных центрах. Напрямую в Росреестр не следует обращаться? Нет, нет. Мы осуществляем регистрационные действия, постановку на кадастровый учет, но прием заявлений и, соответственно, выдача документов мы не осуществляем. Через МФЦ? Да. Но это упрощает процедуру? Да. У нас есть еще немножечко времени с вами, и вы обладаете исключительной возможностью обратиться к гражданам, возможно, дать какой-то нужный и полезный совет. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Ну, опять же-таки, презюмируя все то, что было сказано, я бы все-таки порекомендовал гражданам, имеющим в собственности владение земельной участки, прежде всего, выяснить, имеются ли в Реестре недвижимости координаты. И если вы понимаете, что, соответственно, в Реестре координаты отсутствуют или содержат ошибку, то, соответственно, обратиться уже к профессионалу, к кадастровому инженеру, провести кадастровые работы и внести уточненные границы своего земельного участка в Реестре недвижимости. Что позволит уже, как бы, говорить о полном, стопроцентном оформлении прав на земельный участок, закреплении его на местности и уже полного понимания, что никаких проблем в этой части возникнуть не может в дальнейшем. Да, и спокойное обладание земельным участком без каких-либо проблем. Да, спорных ситуаций, исключений. Наше эфирное время подошло к концу. Павел Евгеньевич, благодарю вас за полезную информацию, за подробные разъяснения. Напомню, сегодня гостем в студии был начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Найдовский. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких.